Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Коллега по работе постоянно придирается, я новичок в компании, у коллеги я тоже вижу недостатки в работе. И на коллегу есть жалобы клиентов, хамства и грубости. Ее не увольняют, потому что сложно найти на эту должность. Очень маленькая зарплата, коллега чувствует свою власть, что ее вряд ли уволят. Стоит ли говорить коллеге о ее недостатках в работе или это прямой конфликт? Думаю, увольняться, работу такую найти не доставит труда. Смысл работать с тяжелым человеком? Или как сделать, чтобы она перестала придираться постоянно? Как вы решали такие проблемы? Расскажите, всем спасибо. Ну, на мой взгляд, вы здесь немножко некорректно задаете вопрос, потому что дело не в том, как мы решали такие проблемы. А дело в том, почему эта проблема возникает у вас. И как бы, что вам нужно, например, в себе изменить, чтобы такие ситуации, если они возникают, вас не задевали бы, вас не выводили бы из какого-то равновесия, да, и не причиняли вам дискомфорт. Что хочется сказать? Значит, ну, во-первых, 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 первое, на что нужно обратить внимание, это то, для чего вы пришли работать. Да, то есть, ради чего? То есть, пришли вы работать ради того, чтобы реализоваться. это одно. Пришли вы на работу, чтобы заработать денег. Это другое. Пришли вы с целью как-то вот наладить свою социальную жизнь. Эта речь. Ассоциируется ли эта коллега у вас с неким вашим собственным, допустим, травматичным опытом, который у вас мог бы быть. Это следующий момент. Ещё один момент заключается в том, например, что объективно эта ситуация вызывает у вас неприятные чувства, и важно увидеть, какие именно неприятные чувства. то есть, важно именно заметить, что здесь, в этом, для вас неприятно. Да? Вот, пожалуй, на такие, на такие моменты нужно обратить вам внимание свое в первую очередь. Я с вами полностью согласен и солидарен в том, что нет смысла работать, как вы говорите, с тяжёлым человеком. Это правда. смысл никакого в этом вообще нет. Только если этот смысл для вас не перебивается мотивацией. да? Ну, какой-то другой мотивацией. вы говорите, что коллега постоянно придирается по работе, да? Но вы не говорите о том, как вы на это реагируете. То есть, вы говорите о том лишь, что вот, я уволюсь, а вот, я, значит, ну, по сути, делу, сменю работу, вот, и всё. То есть, ну, как бы, сменю место. То есть, убегу. Убегу от этого. Но вопрос-то заключается в том, что смена места не решит проблем от того, как вы на это реагируете на придирки. Придираться к вам будут. Так или иначе, разные люди будут, будут к вам придираться. Это нормально. Что вот некоторые люди, да, они придираются, потому что для них вот такой способ обращаться со своими чувствами. Вот. И очень важно вам увидеть то, что какие чувства у вас эта ситуация вызывает. Как вы реагируете на это? Я думаю, я думаю, я думаю, что так вам можно ответить. Реагируете вы на это страхом, злостью, чем-то еще. Да? Вот. То есть тут вот нужно с этим разобраться. А не менять работа. Потому что это не решение проблемы, как я уже сказал. Другой вопрос. если вы реагируете так, как реагируете, как реагируете, из своих ценностей. то есть вот у вас такие ценности, что вы считаете, что как-то вот не должны, например, на работе придираться к вам. Ну, к примеру. Если так, то да. Вам действительно, наверное, нужно увольняться, либо разговаривать с начальством. Вот. Но если вы признаете тот факт, что вас это как-то задевает, это вызывает у вас какие-то чувства неприятные, да, то нужно это в первую очередь увидеть, потому что это вопрос неуверенности в себе, это вопрос может быть несколько деструктивно поставленных целей, это вопрос самооценки, это вопрос мотивации, это вопрос реализации, вашей. Вот. То есть вообще-то всего того, что не имеет прямого отношения к коллеге собственно. То есть это все имеет отношение больше к вам самой, нежели чем к коллеге. Вот как-то так. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, оброчей оброчать. Оброчатся. Продолжение следует...